Библейский портал экзегет.ру представляет Махалат, песни искусные, сложенные Давидом. Песни искусные, еще раз, это маскиль, это один из древнееврейских терминов, который обозначает жанр. Но по содержанию, в общем, это развитие темы греха. У нас 50-й псалом, самый известный, покаянный, он не то что вводит эту тему греха, она в первом псалме введена, но подробно рассматривает. И 51-й, который был до того, он тоже рассматривает сравнение грешника и праведника. А вот здесь Давид, который глядит на все, что происходит вокруг, и приходит к выводу, я тоже к нему иногда прихожу, я уверен, что каждый из людей. Негодяй уверен, Бога нет, преступления людские, гадки, гнусны, никто не творит добра. Бог взирает с небес на людей, смотрит, есть ли мудрец, есть ли ищущий Бога. Все отступники, все никуда не годны, добра никто не творит, ни один. Неужели ничего не понимают они, люди, творящие зло? Мой народ пожирают они будто хлеб, и Бога не призывают. Ужас, а хватит их там, где нечего бояться. Бог рассыпал кости врагов твоих, ты посрамишь их, ибо Бог их отверг. О, если бы пришлось всего на спасение для Израиля, когда Бог возвратит свой народ из плена, будет тогда веселье Иакову, радость Израилю. Псалом маленький, короткий, все вроде понятно, каждая строка по отдельности предельно ясна, не так ли? Но загадок в нем очень много. Во-первых, ну, конечно, мы привыкли в христианском богословии, утверждается, что все люди грешны, но неужели никто не творит добра? Это уж явный перебор. Я лично знаю людей, которые творят добро. Их довольно много на свете. Я не говорю, что они безгрешны, но добро они точно творят. Бог взирает на людей. Есть ли мудрец, есть ли ищущий Бога? Все отступники, все никуда не годны. Но это тоже явный перебор. Понятно, что есть на свете мудрые люди, есть люди, искренне верующие в Бога. Если бы не это, наверное, вообще никакого бы смысла не было говорить о вере. Какой смысл говорить об инопланетянах, которых никто из нас не видел? Какой смысл говорить о вере в Бога, если никто не видел верующего человека? То есть это не утверждение, вот Библия учит, что все негодяи, никто не делает ничего хорошего, и никто не верит в Бога. Это настроение, это состояние Давида. В какой-то момент восстания, в какой-то момент, когда его предают близкие люди, когда он в унынии, в отчаянии. И что интересно, 50-е псаломы его читали покаянные, он говорит, я грешный. А здесь Давид говорит, да все вокруг грешные. Он про себя даже не упоминает. Но такое состояние тоже бывает. Вот посмотришь, вокруг тебя одни идиоты и мерзавцы, правда? И вот что с ними делать? Неужели они не понимают люди, творящие зло? Продолжает он. Вот тоже очень важный момент. У нас много псалмов, где псалмопеец хочет наказать их. Ну пусть не сам, пусть он просит Бога об этом, но он хочет увидеть их гибель, наказание, восторжествовать над ними хочет. А здесь он просто в изумлении. Вот это какая-то такая встреча со злом, когда даже о наказании говорить не приходится. В конце концов, если все плохи, то кого наказывают? Всех. Ну, новый всемирный потоп. Все погибнут. То есть, оказывается, зло – это еще и загадка. Это не только такая заноза в пятке, которая торчит и хочет ее выдохнуть. Это еще и загадка. Что же они не понимают? Как же они не могут? Часто бывает так, что смотришь на глупые, гадкие вещи, которые человек делает, и не можешь понять, как он не понимает. А он, может быть, смотрит в этот момент на нас и думает то же самое. Вот Давид смотрит на окружающих. Ну ладно, это одна загадка. Ужас охватит их там, где нечего бояться. Это такой как бы ответ. Почему бывает зло по неведению? Человек не понимает, где настоящая опасность. И это дает ему ложную надежду на уверенность и в то же время ложное беспокойство там, где бояться нечего. Вот тоже такой признак. Невротический человек – это человек, у которого… Ну, по разным причинам отбывает, но часто это человек, у которого какие-то проблемы с совестью. И он эту совесть заговаривает, а от этого вот эти бесконечные неврозы, дергания, где он начинает психовать на пустом месте, подозревать там, где нет никаких оснований для подозрения. Но дальше псалом как будто начинает ломаться. То есть вот тема его вполне ясная. Вдруг Бог рассыпал кости врагов твоих, ты посрамишь их, ибо Бог их отверг. Это кто ему говорит? Кто-то отвечает Давиду. Может, его собственный внутренний голос мы часто с собой спорим. Да, мы с одной стороны думаем одно, потом сами себе говорим, нет, ну что-то, ты что-то лишнего хватил, посмотри, как все на самом деле. Вот так и здесь, может быть, прошло время, и Бог победил врагов Давида. И Давид отвечает, что если бы пришлось всего на спасение для Израиля. Опять он и весь народ, это нечто единое. Царь себя отождествляет с народом, и каждый человек может себя отождествить с царем, ощущая, что в его жизни происходит то же, что и в жизни царя Давида. И вот эта замечательная солидарность, не коллективная ответственность, коллективная вина, когда, как в армии, там один что-то неправильно сделал, всю роту наказывают, да. А солидарность, когда люди понимают, что им вместе приходится вот свою жизнь, свое общество, свой народ, свою страну, свою церковь строить, да. Если этого не будет, то никому из них не будет хорошо. И вот Давид поэтому уже думает не о себе, а обо всем Израиле. Смотрите, начинается с того, что все мерзавцы, а потом заботятся обо всем народе. Так ведь это же очень связанные вещи. Вот этот переизбыток зла в жизни страны, народа, общества, общины, он как раз и заставляет задуматься, вот бы пришло спасение. Я не понимаю, вот я даже не могу объяснить себе, почему они так себя ведут. Господи, может быть, ты можешь что-то с этим сделать? Не лично для меня. Есть псалмы, где лично для меня. Победи моих врагов. А здесь измени нас всех. И ответ, когда Бог возвратит свой народ из плена, будет тогда веселья кого радость Израиля. А при чем здесь Давид? Плен Вавилонский состоялся спустя несколько веков после смерти Давида, да. Может, имеется в виду другой плен? Ну, там периодически были всякие эти военные набеги, увели, даже описывается это в книгах царств, как увели часть жителей небольшого городка Циклага в плен, потом Давид погнался, отбил их, да, у захватчиков, вернул к себе, может быть, это вот про такой эпизод? Может быть, но с другой стороны, мне кажется, что этот псалм был дописан, что вот времена Вавилонского плена, они добавили это. И этот псалм как нельзя лучше подходит к размышлению иудеев, живущих в плену, о том, почему все так сложилось плохо, почему разрушен храм, уничтожен Иерусалим, все, собственно, царство иудейское. Да вот потому, что все отступники никуда не годны. Потому что вот кости врагов Давида оказались костьми вот тех людей, которых убили в Вавилоне. Это не какие-то завоеватели, это вот те, кто рядом. Но что-то должно измениться. И этот псалм, который начинается с жуткого отчаяния, с такой мизантропией, ненавистью ко всем окружающим, заканчивается очень радужно, когда Бог возвратит свой народ из плена. То есть мы не можем справиться с этой греховностью человеческой природы. Нет ни одного человека, делающего добро. Но если так, по большому счету, ну ведь нету. То есть каждый из нас иногда делает что-то хорошее. Некоторые люди делают очень много хорошего. Но вот творить добро, скажем так, в чистом виде удается крайне редко. Да, это вот такие редкие моменты в нашей жизни, когда мы делаем что-то, что вот, ну, можно принести Богу и сказать, смотри, как здорово у меня вышло. Да, вот смотри, что хорошего я сделал. Так, чтобы это делать с утра до вечера, человек не может. И он не может сам изменить эту свою испорченность. Но Бог каким-то образом может возвратить народ из плена, и будет тогда спасение Израилю. Ну, а чтобы мы не думали, что Давид такой исключительно альтруист, следующий, 53-й Псалом покажет его молитву как раз против врагов, которые на него нападают.